Конкурс «Студент и студентка года» в нашем городе проходит каждый год и является уже традиционным. Вот и на этот раз за звание лучших студентов между собой бороли семь команд. Каждый из них мог продемонстрировать на суд жюри и зрители все свои таланты, чем, собственно говоря, ребята умело пользовались. Свой чувственный и романтичный танец гостям праздника продемонстрировали студенты Зимиртаусского колледжа торговли и питания. Готовились долго, изнурительно, не спали. Вся жизнь, можно сказать, во время готовки была вместе. И жюри хотим, во-первых, поразить собой. И, конечно, своим выступлением долго думали, что показать, но все-таки у нас есть козыри в своих рукавах. На звание лучших между собой соревновались представители Карагандинского государственного индустриального университета, колледжа МИРАС, медицинского и политехнического колледжей, а также других учебных учреждений города. И каждый хотел победить. Несмотря на это, конкурсантам удалось сохранить дружескую атмосферу между собой. Все соперники сильные, все позитивные, со всеми подружились, все очень весело к этому относятся, легко, спокойно, никто не боится. Чтобы конкурсанты смогли показать себя в различных направлениях, организаторы подготовили для них несколько творческих заданий. Смогли проявить себя студенты и в интеллектуальном конкурсе. Ответить на вопросы с подвохом нужно было каждой паре. В такой ноте надо прибавить несколько деревьев, чтобы получилась самая заметная часть здания. Но мы думаем, что это нота Фа, а слово Фасад. Многие ребята уже не первый раз участвуют в этом конкурсе, ведь они ведут большую пользу от его проведения. Это, во-первых, для развития молодежи, культуры в нашем городе и вообще просто для себя. Показать себя тоже. Это очень важная и нужная вещь. В серьезной и равной борьбе в конкурсе «Студент» и «Студентка года» победу одержали представители Политехнического колледжа. Тем не менее, ребята, которым не удалось в этот раз стать первыми, также остались довольны прошедшим конкурсом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!